привет привет мои дорогие друзья лилия донского и у нас рубрика как работать с клиентами как создавать клиентскую базу и я даже завела вот такой специальный ежедневник блокнот очень красивый который я записываю разные свои идеи рекомендации совета которые буду постепенно выдавать вам видео уроках уроки будут коротенькие буквально по две-три рекомендации чтобы вы намотали себе на ус начали применять и выбрали те рекомендации которые вам подходят итак первое это когда вы приходите к незнакомому человеку или даже к знакомому человеку прежде чем сразу ссувать ему каталог как вы на заказывай пользуйся продукции нужно сначала сделать следующую вещь это называется растопить лед общение то есть это значит что в начале беседы нужно задать вопросы не касаемые вашего визита то есть вопросы которые касаются только этого человека например какие могут быть вопросы как ваше настроение это если знакомые люди если вы зашли незнакомый магазин вы говорите как у вас тут вкусно пахнет а что это да вот бывает такой заходишь куда ты прямо приятный аромат можно обратить на это внимание или если нравится обстановка то я ставлю как у вас уютно странно почему я раньше к вам не заходила а давно ли вы открылись то есть я сначала начинаю разговаривать об этом человеке то что касается его они меня причем здесь я зачем я его нужно я прихожу с своим каталогом торгаясь его зону комфорта я ему становлюсь неприятным человеком а когда я с человеком начинаю о него то соответственно я ему становлюсь приятным собеседником согласно вам нужно проанализировать прокрутить в голове сети ситуации когда вдруг вы знакомились с человеком и он вам становился сразу таким приятным другом и вы не можете понять почему вот вспомните что говорил человек о чем вы общались и вы поймете что вы говорили о вас то вы были интересны человеку он задавал вопросы о вас о ваших делах о том что вас окружает и соответственно вы располагались к нему и считаете его очень милым приятным собеседником согласно нам дадам один рот и два уха чтобы мы меньше говорили больше слушали поэтому задавайте вопросы о людях и слушайте что они вам отвечают и самое главное запоминайте как я делаю у меня в телефоне установлена программка evernote очень удобная программка потому что она дублируется на андроидах с компьютером связывается если я что-то вношу какие-то записи с телефона они тут же переносится на компьютер открываясь компьютера вижу или что-то пишу это же то же самое я потом вижу с телефона то есть они синхронизируются вот вспомнила умное слово это очень удобно общаясь с человеком я при нем не записываю только могу записать имя и телефон или какой магазин дальше ой чтобы не забыть что я вам оставил каталог сразу запишу как вас зовут ольга отлично оля вот моя визитка или на каталоге мой телефон спешу ваш для связи вы есть в вайбере ватсапе очень всегда конечно и диктует свой номер я записываю номер указываю откуда этот человек а уже когда выхожу из этого помещения чтобы человек не видел я записываю то что я о нем узнала например что есть дети или сколько лет когда день рождения там замужем не замужем любимый цвет любимый запах то есть все что я узнала о человеке я записываю в эту табличку для того чтобы потом вспомнить когда в следующий раз я пойду чтобы опять не задавать эти же самые вопросы для чего это нужно если вы знакомитесь с одним человеком в год то скорее всего вам это не пригодится рекомендации но если вы поставили себе цель обзавестись хорошей клиентской базой и общаться со многими людьми то вам это необходимо потому что вы можете все потом перепутать имена у кого сколько детей у кого когда день рождения этого допускать нельзя здесь лишь вы решили работать человеком то надо быть максимально вежливым и внимательным вот это первое если вы хотите чтобы рекомендация не пролетела так в одну ухо влетела другое вылетела то вам задание напишите несколько вопросов которые вы бы могли задать людям при первом знакомстве или если это ваши знакомы то всего мы могли бы начать разговор с каких вопросов то есть чтобы у вас были шаблончики заготовки потому что прежде чем вы начнете вот так вот легко оперировать словами и вступать легко в контакт абсолютно с любым человеком за одну секунду вам нужно это отработать вспомните когда вы начинали учиться писать то для вас буква а или ре у или друг любая другая казалось просто нереально сложный сейчас вы задумываетесь когда пишете слово спасибо мама какие буквы вы используете вы пишете их все на автомате вот тоже самое должно произойти с вашим умением вступать в контакт и растапливать лед так это было первое второе искусство делать комплименты я могу сказать что сто процентов гарантирую что если беседа которая началась с искреннего комплимента то есть она сто процентов увенчается успехом это может быть просто вам дадут контакт возьмут каталог может быть сразу сделают заказ или сделать заказ после того как посмотрят каталог как правило искренний комплимент он рушит все стены я не знаю как это происходит но это работает вы же не думаете как откуда берется свет какие-то сложные цепочки откуда тянутся провода вы нажимаете на выключатель свет загорается вы счастливы выключили нажали выкл он выключается и вы счастливы то же самое здесь комплимент каким-то образом работает но он должен быть искренней если вы например заходите в помещение видите девушку и вам в ней ничего не нравится так вот чтобы себе разгляд сказать какая там классное платье красивая прическа красивая бижутерия какая у вас очаровательная улыбка если вы ничего не нашли за что зацепиться то вы должны быстро найти что-то в окружении ухты какие у вас красивые цветы например состоит там кибана какая-то горшок с красивым цветком он цветет или вы можете сказать какой у вас очаровательный интерьер здорово вы придумали ли какая классная цветовая гамма у вас здесь используется то есть вот что-то что удобно или как у вас много книг или ой как здорово вас можно попить кофе и почитать книги то есть все что вот зацепился глаз и вам это откликнулась оно должно вот прям вы знаете такое очень прикольно или я бы такое хотела или мне это нравится это уютно я бы хотела такое у себя дома или но действительно здорово чувствуете что здесь вложено труд человека да и что это идея какая-то не просто вот просто поставили неуютно некрасиво это вам откликнулось и вы тут же это вы даете человеку тут тоже нужна тренировка просто так вы знаете от балды зайти в магазин и сказать там ну и как у вас вкусно пахнет или ой какая у вас очаровательная улыбка или там ой ты-ты-ты-ты-ты это не всегда просто не все люди к этому имеют склонность от рождения как я например и то я могу сказать что я тоже тренировалась и это принесло классный результат поэтому что можно сделать задание прямо сегодня сделайте комплимент трем людям это могут быть ваши знакомые я даже рекомендую начать с кошек чтобы не было страшно чтобы у вас выработалась привычка делать комплименты легко непринужденно возьмите поблагодарите за что-то а еще лучше если вы это сделаете на улице но без цели взять контакты дать каталог и так далее сейчас просто нужна практика чтобы вы начали с людьми легко непринужденно общаться просто поблагодарить например дворник подметает ваш двор возьмите и скажите ему ох спасибо вам большое как у нас самый чистый двор благодаря вам улыбнитесь и уйдите да кстати улыбка это очень важная составляющая комплимент без улыбки он не всегда понятен просто улыбнитесь и поблагодарите и наблюдать наблюдайте важно сделали комплимент и отслеживаете результат что внутри происходит что снаружи какая случилась атмосфера как вам люди ответили как отреагировали кстати люди на комплименты реагируют по-разному кто-то сразу закрывается и начинает говорить ой нет 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 этому платью сто лет или там уйда хватит столь там волосы уже не красила две недели как надо сходить парикмахерскую а я все не иду нападение бакса фух напугал хулиганит вот то есть что нужно сделать делать и отследить подключайте улыбку и смотрите насколько вам кайфово самим и как люди кайфуют от вас вот на сегодня хватит две рекомендации два задания выполняйте пишите в комментариях что получилось понравилось не понравилось как бы кайфовали вы или нет насколько это было сложно или просто буду очень рада обратной связи благодарю вас всех за внимание и до новых встреч с вами была лилия донскова и вредный кот бакс сегодня он вредный до новых встреч пока пока gopro top видео